Горный каркас России. Урал и горы Южной Сибири. Урал в переводе с тюркского означает «пояс» – «каменный пояс русской земли». Так называли Урал до XVIII века. С севера на юг от побережья Северного Ледовитого океана за полярным кругом до почти 50 градуса северной широты вытянуты Уральские горы. Это более 2000 километров. С запада к Уралу подходит русская равнина, а с востока – западно-сибирская. Урал является границей между Европой и Азией. Высшая вершина Урала – гора Народная – 1895 метров. Пояс гор Южной Сибири протянулся с запада на восток более чем на 4500 километров. В его состав входят Алтай, Восточный и Западный Саян, горы и Нагорье Прибайкалье и Забайкалье, Становой Хребет и Алданское Нагорье. Район находится в самом центре Азии и отделяет Западно-Сибирскую равнину и Среднесибирское плоскогорье от внутренних полупустынных и пустынных плоскогорий и Нагорей Центральной Азии. Находятся горы вдоль южной границы России, удалены от океанов. В истории геологического развития Урала выделяются три крупных этапа. Первый этап связан с герцинской эпохой складчатости во второй половине Палеозоя. В это время на территории возникли складчатые горы. В земную кору интенсивно внедрялась магма, образовались руды полезных ископаемых. В Мезозое складчатые горы были разбиты серией разломов вследствие активной вулканической деятельности. По линиям этих разломов восточная часть гор опустилась. Она образовала фундамент Западно-Сибирской плиты. Горы постепенно разрушались, что привело к возникновению на их месте холмистой приподнятой равнины. На ее поверхности оказались рассыпные месторождения драгоценных металлов, алмазов и других полезных ископаемых. В Кайнозое Урал вновь испытывал тектонические движения. Древние выровненные поверхности вновь были разбиты глубинными разломами. На их месте сформировались современные складчато-глыбовые горы. Так как активность тектонических движений была не одинакова, одни участки гор оказались выше, а другие – ниже. Урал – асимметричные горы. Западный склон – пологий, восточный – крутой. От русской платформы уральские горы отделены предуральским краевым прогибом. Западные склоны сложены осадочными породами. А водораздельный хребет и восточные склоны – магматическими и метаморфическими. По особенностям рельефа, геологическому развитию и климату, Урал делят на полярный, приполярный, северный, средний, южный и пайхой. Как же образовался такой огромный горный пояс, как горы Южной Сибири? Территория Прибайкалья и Забайкалья испытала складкообразование в Байкальскую складчатость, конец Протерозойской и начало Палеозойской эр, горы Алтай, Саяны, в Калидонскую и Герцинскую Палеозойскую эру. Позднее горы были разрушены. В Кайнозойскую эру, в результате новейших тектонических движений, территория была разбита глубокими разломами на отдельные блоки. Одни участки блоки поднимались, другие опускались. Образовались горсты и грабины. В одних грабинах, залитых позднее водами, впадающих в них рек, образовались глубокие озера – Байкал, Телецкое. Другие остались сухими котловинами – Тувинское, Минусинское, Кузнецкое. В котловинах находятся крупные залежи каменного угля, что свидетельствует о нахождении здесь водоемов, на дне которых, падая, накапливались деревья, из них за тысячи лет образовались пласты угля. Горы Южной Сибири возродились в результате неотектонических движений и стали складчато-глыбовыми. Неотектонические движения продолжаются и в настоящее время. Только за последние 200 лет на Алтае произошло около 250 землетрясений, а в Прибайкалии отмечено до 800 землетрясений. Среди них были сильные – до 9 баллов по шкале Рихтера. Особенность рельефа гор Южной Сибири – наличие многочисленных межгорных котловин. Большинство форм рельефа ориентировано по направлению линий разломов земной коры. В глубоком разломе земной коры находится озеро Байкал. Вокруг озера расположены горные хребты Прибайкалья – Байкальский, Хамар-Дабан и Баргузинский. К юго-востоку от Прибайкалья находятся хребты Забайкалья – Яблоновый, Борщевочный. Севернее Забайкалья до долины Лены располагаются Нагорье. Самое крупное из них – Становое Нагорье. Урал и Южная Сибирь обладают богатейшими месторождениями полезных ископаемых. Это богатство объясняется их геологической историей. Первые уральские горы еще в Мезозое были разрушены, размыты и на поверхности оказались сказочные богатства рудных полезных ископаемых и драгоценных минералов. Много на Урале поделочного камня – аквамарины, александриты, гранаты, сапфиры, изумруды, рубины, топаз и горный хрусталь, малахит и яшма. Восточные склоны Уральских гор особенно богаты рудами – железными, медными, хромовыми, цинковыми, алюминиевыми, кобальтовыми, никелевыми, а также золотом и платиной. Это далеко не весь перечень богатств. Южная Сибирь также богата разнообразными минеральными ресурсами. Недра Байкальского Нагорья – богатейшая кладовая разнообразных руд. На Алтае находятся крупные месторождения полиметаллических и железных руд. Во многих районах Алданского Нагорья обнаружены коренные и россыпные месторождения золота. В межгорных котловинах – Кузнецкой, Минусинской и Тувинской – находятся крупные каменноугольные бассейны. Сравним климат горных территорий. Климат Урала разнообразен. Причина этого – вытянутость гор с севера на юг на 2000 км в меридианальном направлении. Северная часть Урала расположена за северным полярным кругом. Наблюдается различие в увлажнении западных и восточных склонов, так как уральские горы стоят на пути морских умеренных воздушных масс и западных ветров. Западные склоны Урала наветренные, получают осадков больше. В предуралье осадков за год выпадает 600-800 мм, а в зауралье на подветренном склоне – 400-600 мм. Территория пояса гор Южной Сибири расположена в центре материка, то есть значительно удалена от океанов. Поэтому климат здесь континентальный, на западе – Алтай, и резкоконтинентальный – на востоке – Забайкалье – Становой хребет. Уральские горы являются водоразделом рек, текущих по Западно-Сибирской равнине и по Русской равнине. Реки на Урале берут свое начало, а значит, текут по горам своими верховьями, то есть они маломощные. Вот это и есть причина водной проблемы на Урале. Наиболее крупные озера тектонического происхождения, глубокие, вытянутые цепочкой вдоль восточных склонов Урала. В Зауралье на равнине озера мелкие, бесточные, с солоноватой водой. Придуралье, сложенное известняками, гипсами, каменной солью, имеет карстовые озера округлой формы. Самое крупное по площади озеро – Тургаяк. В горах Южной Сибири берут начало крупные реки – Иртыш, Бия и Катунь – истоки Оби. Енисей, Лена, Витим, Шилка и Аргунь – истоки Амура. Много мелких рек и горных речушек. Здесь расположены озера тектонического происхождения, Байкал и Телецкое. Из-за небольшой высоты гор высотная поясность на Урале выражена слабо. В Придуралье больше елово-пихтовых лесов, которые к югу от тайги сменяются широколиственными лесами. В Зауралье больше сосновых лесов – лиственницы. Широколиственные леса отсутствуют. Придуралье является своего рода продолжением восточноевропейской равнины, а Зауралье – переход к суровой Сибири. В Южной Сибири широтная зональность сменяется высотной поясностью. Нижний высотный пояс в горах соответствует той природной зоне, в которой расположены горы. С высотой понижается температура воздуха и увеличивается количество осадков. Суровость природных условий растет, и нижний пояс сменяется сначала зарослями кедрового стланника, а затем и горными тундрами. Пояс вечных снегов и льдов имеется только на Алтае, на вершинах которого выпадает достаточно много снега.